Предисловие к первому изданию Я должен обратить особенное внимание немецкого читателя на то обстоятельство, что эти страницы были написаны сначала для французского журнала Revue du Monde и с определенной современной целью. Они принадлежат к тому обозрению хода немецкой умственной деятельности, некоторые части которого я уже представил французской публике, после чего они появились и на немецком языке, как дополнение к истории новой изящной литературы в Германии. Требования периодической прессы, недостаток в научных вспомогательных средствах, французские неблагоприятные условия, недавно обнародованный в Германии закон о печатании немецких сочинений за границей, который представился случай применить только ко мне, и тому подобные стеснения не позволили мне представить различные части этого обозрения в хронологическом порядке и под общим названием. Таким образом, эта книга, несмотря на свое внутреннее единство и внешнюю законченность, остается только отрывком большого целого. Родине посылаю самый дружеский привет. Писано в Париже в декабре 1834 года. Примечание. Закон о печатании немецких сочинений за границей есть постановление Союзного Сейма 5 июля 1832 года, по которому такие сочинения, в случае, если они состояли менее чем из 20 листов, нельзя было печатать иначе, как с разрешения немецкой цензуры. В противном случае пропуск их в Германию воспрещался. Слова Гейне, что этот закон нашел применение только к нему, объясняются тем, что он был в это время единственный немец, печатавший свои сочинения вне Германии. Придисловие ко второму изданию. Когда первое издание этой книги вышло из-под типографского станка, и я взял в руки один экземпляр его, то немало ужаснулся изуродованием, следы которых обнаруживались повсюду. Тут недоставало прилагательного. Там периода. Целые страницы были выпущены без всякой связи, так что не только терялся смысл, но и исчезало то, что хотел сказать автор. Скорее, боязнь высшего начальства, чем страх Божий, водила рукою изуродователей, и тщательно вычеркивая все политически щекотливое, она оставляла нетронутым даже самое смелое в том, что имела отношение к религии. Таким образом, направление этой книги, бывшее, собственно, патриотически-демократическим, пропало, и из нее неприветно повеял на меня совершенно чуждый дух, напоминающий схоластические теологические словопрения и глубоко противные моей гуманно-толерантной натуре. Сначала я льстил себя надеждой, что при втором издании я пополню эти пробелы. Но теперь такое восстановление текста невозможно, ибо во время большого пожара в Гамбурге оригинал-рукопись сгорела в доме моего издателя. Моя память слишком слаба для того, чтобы я мог пополнить недостающие по одному воспоминанию, и, кроме того, болезненное состояние глаз не позволяло мне заняться тщательным пересмотром книги, довольствуясь тем, что вновь перевожу и вставляя некоторые более значительные по объему места из французского издания, напечатанного прежде немецкого. Одно из этих мест, перепечатанное во множестве французских газет, служившее предметом многих споров, а также обсуждавшееся в прошлогоднем собрании французской палаты депутатов графом Молле, одним из знаменитейших государственных людей Франции, помещено мною в конце этого нового издания, и из него можно видеть, если в нем что-нибудь общее с унижением Германии перед иностранцами, в котором, как уверяли некоторые честные люди, я провинился. Когда я выражал неготование на старую официальную Германию, эту заплесневевшую филистерскую страну, которая, однако, не произвела ни одного Голиафа, ни одного великого человека, то мои слова умели представить в таком виде, как будто тут речь шла о действительной Германии, великой, таинственной, так сказать, анонимной Германии германского народа, спящего монарха с кипетром и короною которого играют морские кошки. Такие намеки эти честные люди могли делать тем легче, что в течение долгого периода я почти не имел возможности высказывать мой действительный образ мыслей, особенно в то время, когда появились декреты Союзного Сейма против молодой Германии, направленные преимущественно против меня и поставившие меня в исключительно стеснительное положение, неслыханное в летописях рабство печати. Когда впоследствии я получил возможность несколько приподнять свой намордник, мысли, однако, продолжали оставаться под ним. Примечания Молодая Германия – литературная партия, образовавшаяся в Германии в начале 30-х годов и избравшая своими главами Гейне и Берне. Гейне никакого участия в ее работах не принимал, но Союзный Сейм, обрушившийся своими преследованиями на молодую Германию, подверг им и Гейне, наложив запрещение на все его сочинения, как уже вышедшие, так и будущие. Предлагаемая книга есть отрывок и должна тоже остаться отрывком. Говоря по совести, мне было бы приятно, если бы она вовсе не появилась в печати. Дело в том, что после появления ее многие мнения мои о многих вещах, особенно по вопросам религиозным, значительно изменились. И многое такое, что я утверждал тогда, противоречит теперь моим лучшим убеждениям. Но стрела не принадлежит стрелку после того, как он спустит ее с лука. И слово не принадлежит говорящему после того, как оно слетело с его уст, а тем более, когда разнесено по свету печатью. Правда, я мог бы, как делают многие писатели в подобных случаях, прибегнуть к смягчению выражений, к закрытию мысли фразою. Но я всей душой ненавижу двусмысленные слова, лицемерные цветы, трусливые фиговые листы. Но у честного человека во всевозможных обстоятельствах сохраняется неотъемлемое право открыто сознаваться в своем заблуждении. И я бесстрашно пользуюсь здесь этим правом. Поэтому я открыто объявляю здесь, что все, относящееся в настоящее моем сочинении к великому вопросу о божественном начале, точно так же ложно, как и необдуманно. Точно так же необдуманно, как ложно, утверждение мое со слов школы, что деизм в теории совершенно истреблен и только жалким образом проявляется в мире явлений. Нет, неправда, что критика разума, разрушавшая доказательства бытия Божьего, известная нам со времен Ансельма Кентерберийского, положила конец и самому бытию Божьему. «Деизм живет, живет самую живую жизнью. Он не умер, и меньше всего его убила новейшая немецкая философия. Эта пауковая берлинская диалектика совершенно бессильна. Она и кошку убить не в состоянии. Я испытал на собственном теле всю безопасность ее ударов. Она все бьет и бьет, а люди, испытывающие эти удары, все-таки остаются в живых». Превратник гегелевской школы, сердитый Руге, утверждал некогда самым категорическим образом, что он убил меня своей привратническую палкою в журнале «Галише Ярбюгер». А между тем, в это самое время я прогуливался по парижским бульварам, свежий, здоровый и бессмертнее, чем когда-либо. Бедный, славный Руге. Впоследствии он сам не мог воздержаться от честнейшего хохота, когда здесь, в Париже, я сознался ему, что никогда в глаза не видел этих смертоносных Ярбюгер. И как мои полные, румяные щеки, так и хороший аппетит, с которым я глотал устрицы, убедили его, что название «трупа» уже совсем не подходило ко мне. Действительно, в то время я был еще здоров и свеж. Я находился в зените моего жира и был так высокомерен, как царь Набуха-Доносор до своего падения. Примечание. Арнольд Руге, выдающийся писатель в области политики и философии. Впоследствии между ним и Гейны установились довольно близкие отношения. Помещение отъявленного католика и реакционера Герстенберга между такими людьми, как Фейербах, Бруно Бауэр и другими, имеет очевидно иронический, вернее, шутливый характер. Между этими именами пропущен у нас по недосмотру Карл Маркс, известный социалистический писатель. Ах, несколько лет спустя произошла телесная и духовная перемена. Сколько раз с тех пор думал я об истории этого вавилонского царя, который считал самого себя Богом, но жалостно пал с высоты своих мечтаний, присмыкался по земле, как зверь, и ел траву. Вероятно, это был салат. Во великолепно грандиозной книге пророка Даниила находится это сказание, которое я рекомендую для назидательного соображения не только доброму Руге, но и господам Фейербаху, Даумеру, Бруно Бауэру, Герстенбергу и всей прочей братье, этим возводящим себя в Боги безбожникам. Да и вообще, в Библии есть много прекрасных и достопримечательных рассказов, которые были бы достойны внимания этих господ. Например, уже в самом начале рассказ о запрещенном дереве в раю и о змее, маленьком приват-доценте, который уже за шесть тысяч лет до рождения Гегеля прочел весь курс гегелевской философии. Этот синий чулок без ног показывает весьма умно, как абсолютное заключается в тожестве бытия и знания, как человек становится божеством посредством познавания. Ева поняла во всей демонстрации только одно, что плод запрещен и вследствие запрета вкусила этого плода. Но едва скушала она соблазнительное яблоко, как потеряла свою невинность, свою наивную непосредственность, она нашла себя слишком обнаженную и потребовала себе платье. Странно, что как только в женщине возникает мыслящее самосознание, и я первая мысль о новом платье. И этот библейский рассказ, особенно речь змея, также не выходит у меня из головы, и я готов бы поставить их эпиграфом к настоящей книге, подобно тому, как часто перед воротами садов знатных особ выставляются доски с предостерегающей надписью «Здесь устроены силки и самострелы». В моей последней книге в романсеру я уже сказал о перевороте, произошедшем в моем уме по отношению к божественным вопросам. С тех пор многие обращали ко мне с благочестивой настойчивостью запросы, каким путем пришел я к такому духовному просветлению. Набожным этим душам, по-видимому, ужасно хочется, чтобы я представил в их распоряжении какое-нибудь чудо, и им весьма желательно бы узнать, не узрел ли я, подобно Савлу, яркий свет по дороге к Дамаску, или не проехался ли я, как Валаам, на ослице, которая вдруг открыла рот и заговорила по-человечески. Нет, благочестивые умы, я никогда не ходил в Дамаск. О Дамаске только и знаю я, что недавно тамошних евреев обвинили в том, что они едят старых капуцинов, да и самое имя города, быть может, осталось бы для меня совершенно неизвестным, не прочтия песнь песней, где царь Соломон сравнивает нос своей возлюбленной с башнею, обращенную к Дамаску. Точно так же никогда не видел я осла, именно четвероногого, говорящего по-человечески, между тем, как встречал немало людей, которые каждый раз, как раскрывали рот, говорили по-ослиному. Действительно, ни видением, ни неземным экстазом, ни голосом с неба, ни каким-нибудь чудесным сыном или другим чудом был я приведен на путь спасения, и моим просветлением я обязан просто знакомству с книгой. Книгой? Да. И это старая, простая книга, скромная, как природа, и естественная, как она. Книга такая же беспритязательная и обыденная, как солнце, согревающая нас и хлеб, насыщающий нас. Книга, глядящая на нас так же приветливо, с такой же благословляющей добротой, как старая бабушка, читающая ежедневно эту книгу милыми, дрожащими губами и с очками на носу. И эта книга называется так же просто. «Книга». Библия. Справедливо называют ее также священным писанием. Кто потерял своего Бога, тот снова найдет его в этой книге. А кто никогда не знал его, на того повеет из нее дыхание божественного слова. Евреи, понимающие толк в драгоценностях, очень хорошо знали, что делали, когда во время пожара второго храма оставили на жертву огню золотые и серебряные жертвенные сосуды, канделябры и лампы, даже верхом на священническую ризу с большими драгоценными камнями и спасли только Библию. Она была истинным сокровищем храма, и, слава Богу, оно не погибло жертву пламени или Тита Веспасиана, злодея, который, как рассказывают равены, так дурно покончил жизнь. Один еврейский священник, живший в Иерусалиме за два столетия до пожара второго храма, в блестящий период Птоломея Филадельфа и называвшийся Иосией бен Сираха, сын Бен Элиазар, написал собрание гномов Мешалим и высказал в нем о Библии мысли своего времени, и я считаю нужным привести здесь его прекрасные слова. Они богослужебно-торжественны и вместе с тем так усладительно свежи, как будто только вчера вылетели из живой человеческой груди и гласят так. Все это есть именно книга союза, заключенного с Всевышним Богом. Она закон, завещанный в сокровище Моисеем дому Иакова. Из нея истекает мудрость, подобная воде реки Пизона во время ее полноводья и воде тигра, когда она разливается весною. Из нея истекает разум, подобно Ефрату во время его полноводья и Иордану во время жатвы. Из нея вышла добрая нравственность, как свет и как вода Нила осенью. Никогда еще не было человека, который изучил бы ее всю, и не будет человека, который вполне проникнет смысл ее, потому что ее смысл богаче всякого моря, и ее слово глубже всякой бездны. Писано в Париже в мае 1852 года. Читано по изданию полное собрание сочинений Генриха Гейна. Издание второе под редакцию с биографическим очерком и примечаниями Петра Вейнберга. Том третий. Санкт-Петербург. Издание Маркса. 1904 год. Продолжение следует...